Друзья, всех приветствую и предлагаю вашему вниманию выпуск самых громких и горячих новостей мира единоборств. В последнее время повсюду события разворачиваются довольно стремительно. Что-то меняется, что-то остается, а что-то и вовсе обретает новые перспективы. Ну а с вами Абрек ММА и давайте поговорим о самом интересном. Индустрия спорта пережила множество событий. Кого-то ждут грандиозные битвы, кто-то перезагружает свой новый забег, кого-то лишают контракта. Сильнейшая лига принимает решение о поединке Татпурия-Хоуэй, а лучший из лучших заявляет о завершении карьеры. Шонумелли сообщает, что готов зарубиться с любым претендентом. Хабиб выплачивает налог, чтобы избежать преследования со стороны закона. Происходят происшествия с участием бойцов, стычки, качели и многое-многое другое. Итак, начнем мы с чемпиона Татпурии, который дал совет Алексу Волкановске. Как известно, о своем желании стать запасным участником титульного поединка Алекс сообщил на встрече в парте, заявив, что будет на мероприятии. По противостоянию Холуэй Татпурия. Я обычно слоняюсь поблизости и достаю своих менеджеров и матчмейкеров. Вы не сможете от меня избавиться, так что я буду там. Написал Волк. Однако Татпурия считает не лучшей данную идею. Я не уверен, что это хорошая идея. Похоже, он хочет, чтобы его нокаутировали каждый год, а то и дважды. Вероятно, кто-то должен дать ему хороший совет. Ему нужно отдохнуть. Я говорю ему, тебе нужен отдых. По крайней мере, Татпурия заявляет, что не собирается отказываться от реванша, если в случае Волкановскому придется заменить Холуэя. Напомню, что ранее по бою Татпурия и Макс было принято решение, о котором сообщил глава UFC, заявив, что на кону поединка будет стать только поезд Татпурии, а поезд БМФ, которым владеет Макс, останется у хозяина. Ну а далее, у нас, как в принципе и ранее, бойцы обвиняют друг друга, и это не ново, а обвиняют на данный момент лучшего бойца в истории Джона Джонса. Были те, кто в свое время обвинял, да и некоторые обвиняют по сей день. Списки, как всегда, будут пополняться. Был Ган Павлович, Нгано, теперь Аспинелл тоже стал обвинителем. Однако на этом я заострять внимания не буду. Сообщил лишь, что назван способ организовать бой Джона Джонса и Тома Аспинелла. Популярный блогер Джейк Пол не думает, что Джон Джонс избегает поединка со Аспинеллом и считает, что вопрос организации объединительного боя между временным и действующим чемпионом UFC лишь только в размере гонорара американца. И гарантированный гонорар в 25 миллионов долларов плюс процент от продажи платных трансляций будет правильным решением. Напомню, что, как и ранее, как только чемпион войдет в октагон, временного чемпиона лишат титула. Ну а теперь вновь о беспорядках. Очередной боец ММА промоушена «Хардкор» Мамед Гусейнов арестован за нападение на девушку и оскорбление сотрудников UFC. Углубляться в тематику я также не буду. Боец оказался в эпицентре скандала после того, как избил девушку в одном из ночных заведений «Орла». Прибывшая на место происшествия полицейская подверглась оскорблением со стороны Гусейнова в присутствии его братьев. На данный момент в отношении Гусейнова возбуждено уголовное дело. Ну и ко всему, поскольку к этой ситуации подключился боец ПопММА и уже активист Макс Дивнич, да и сам случай резонансный, произошло еще одно происшествие, в котором пассажир такси, который кинул таксиста, вдобавок еще и побил водителя. Его задержали, а звать его Беслан, родом он с России Кизляр. Ранее он был осужден по статье 161 часть 2 «Грабеж» и неоднократно привлекался к суду. У него также накопилось множество административных штрафов за нарушение общественного порядка. Некоторые годы он проживал в Питере, где также промышлял хулиганством. На это отреагировал общественный деятель, одним из них стал Макс Дивнич, написав, «Эти необразованные обезьяны из аулов приезжают целыми пачками». Макс вспомнил, как это началось в его случае, сообщив, что такие персонажи начали приставать к его жене. Им было плевать на то, что она была с ребенком, заявив, «Они приезжают пачками и ходят толпой и живут по 10 человек. И слыша о таких случаях, почему я должен переживать за семью?» Это не фантазий, а факт. В общем, кому интересно дословное сообщение Дивнича, я опубликую в сообществе. Ну а мы двинем далее. Дэн Хукер сообщает, что более не продаст свой титульный шанс. Вернувшись на пятую строчку рейтинга после победы над Гембреттом, Хукер убежден в том, что в следующем поединке он должен драться за чемпионский пояс или звание претендента номер один. Хукер напоминает, что в прошлый раз, когда был на той же позиции, согласился мой с Чендлером и дал ему шанс, которым Чендлер дебютировал в UFC. И это было не самое умное решение. Но теперь Дэн больше не намерен делать такие ошибки. А вот непобежденный чемпион из России Хабиб Нурмагомедов высказался о поединке Нурмагомедова и Шаблия. Вот и закончились четырехнедельные сборы в зале А.К.А. Через шесть дней младший выйдет на вторую защиту своего пояса Белата. Готов как никогда. В Сан-Диего в субботу будут искры. Также Хабиб опубликовал еще один пост, где сообщил, что получил по лицу. Хабиб сообщил, что пропустил удар, опубликовав пост с подбирю. Может это значит, что я старею? Написал Орел. Также отмечу, что некогда устрашающий боец Тони Фергюсон отреагировал на совет Хабиба Нурмагомедова оставить спорт. С комментарием. Что за писец? Он говорит оставить спорт тому, кто все еще может сделать вес. Жирному быть жирным. Написал Тони, прокомментировав слова Хабиба. Также Тони сообщил, что хочет провести схватку с Хабибом по грэплингу. Экс-двойной чемпион Трипл Си Генри Сихуда видит Умара Нурмагомедова чемпионом UFC, сделав обращение. Вот мой прогноз. Мираб Двалишвили остановит Шона Умели в сфере. Он его побьет. Это будет победа по очкам со счетом 50-45. Может быть не прям 50-45, потому что Мираб может проиграть первые два раунда или хотя бы первый. Так что Мираб побьет Шона. Но как только придет Умар Нурмагомедов, он разберется с Мирабом. Так все и будет. Умар действительно очень хороший техничен. Ну а пока Умар Нурмагомедов отказывается страховать бой Шона Умели и Двалишвили, коротко заявив, зачем мне быть запасным бойцом, если я уже лучший в мире. Ну а далее уже ряд бойцов опубликовали интригующие посты и возможно в ближайшем будущем фанатов ждет что-то грандиозное. Петр Ян, мы начали, ждем новостей. Чарльз Ольвейро тоже обещает фанатам большой сюрприз. Скоро вы будете очень удивлены, написал Ольвейро. Конор и Чендлер также присоединились к публикации таинственных постов. Паре тоже сделал грандиозный анонс. Скоро большие новости. Еще один, написал Бриллиант. Ну и уже глава UFC обещает большие новости о возвращении Макгрегора. Скоро будут новости, сообщил Уайт. А вот Чел Сонен заявляет, что располагает инсайдерская информация о том, когда состоится бой между Макгрегором и Чендлером. И по его информации, UFC по-прежнему хочет этот поединок. Тем временем Усман Нурмагомедов уже называет соперника после шабли. А по словам россиянина, он видит очередным претендентом на свой пояс бывшего чемпиона Беллатар Эйэ Джея Макки, который 19 октября на турнире ПФЛ в Эриарде встретится с ирландцем Полом Хьюзом. Ну а далее, как очевидно, фанаты в курсе. Олимпийский чемпион соседей Заурбек Седаков готовится к дебюту в МА и высказался о схватке со звездой UFC Джастином Гейджи. Бойцы, тем более в Америке, больше акцент делают на ударку. И бороться там в Америке легче. Это здесь, на Кавказе, у нас все умеют бороться. В октагон заходишь и со всеми рубишься, даже в борьбе. А там вольная борьба и борьба в октагоне, в ММА, это совсем разные вещи. У нас с Гейджи была вольная борьба. Мы боролись и я делал все, что хотел. Еще раз напомню, что Заурбек усиленно готовится к дебюту в ММА и на сборах он пересекался с топовыми бойцами UFC Сихуда, Сарукяном, Махачевым и многими другими. Ну а тем временем Туменов считает, что больше всего проблем Махачеву доставит Арман Сарукян. Туменов рассказывает, что с Арманом тренировался два-три лагеря вместе в Америке. И Арман крепкий боец. Борьба хорошая, устойчивый, неплохо себя чувствует. И это будет интересный бой против Ислама. По мнению Туменова, у Ислама опыт на его стороне. Но для Махачева это самый конкурентный поединок в легком весе. Ну а далее, как стало известно, Белал Мухаммад отказался от боя с Шавкатом Рахмоновым на 307 турнир UFC. Об этом сообщил Номад фанатам. Нам предлагали драться 5 октября и я дал согласие на бой. И, к сожалению, Белал отказался из-за проблем со временем. Он был не готов защищать свой поезд в это время. Ну а пока чемпион UFC Белал Мухаммад посмеялся над казахстанским языком. Как известно, бойцы обвинили друг друга. Один в уклонении, другой в необъективности. В итоге Белал ответил так на сообщение Шавката. «Избирательная память? Кто пишет за тебя эти сообщения, бро? В казахстанском языке даже нет перевода для таких слов», написал Мухаммад в соцсети, отвечая Шавкату. Также Шавкат Рахмонов сообщил, что готов провести бой с Исламом Махачевым. Если он решит подняться, Шавкат не против. Пойдинка с Исламом. Посмотрим, как все сложится», – дополнил Шавкат. Ну а ко всему Белал Мухаммад продолжает активно троллить непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова и назвал Тони Фергюсона потенциальным соперником. Соответствующее заявление Мухаммад сделал, комментируя сообщение комментатора UFC Джона Эника. Эник сообщил, что Белал для наследия хотел бы подраться с кем-то именитым в лице величайшего средневеса Комарова Усмана. И речь о том, что Белал пытается избежать боя с Рахмоновым – чушь. На что сразу отреагировал Белал, написав, что, если честно, Фергюсон заслуживает больше титульный шанс, чем Рахмонов. Ну а помимо этого Мухаммад пообещал сломать Рахмонова. Шавкат ответил, «18 бойцов до тебя пытались, и я прикончил их всех». А вот чемпион Алекс Перейра дает совет Магомеду Анкалаеву, заявив, что маге нужно быть осторожным с Ракичем, поскольку маги отношения к бою начинают беспокоить Перейру, отметив, что мага много говорит о Перейре, в то время как ему стоит думать о предстоящем вызове, ведь это для Анкалаева очень опасный бой. Ну а далее один из лучших боксеров современности, Дмитрий Бивол, сообщает, что в контракте на бой с Бетербиевым нет опции реванша. Также отмечу, что вокруг Бивола разворачиваются скандальные события с его бывшей супругой Екатериной Бивол, которая требует у него крупную часть гонорара в качестве алиментов, при этом сделав заявление, что она создала Бивола, и она его и уничтожит. А вот тем временем Бетербиев сообщает, что травмы прошли, и он начал подготовку. Ну а тем временем Роберт Уитакер уверен, что победа над Чимаевым докажет, что он лучший средний вес в мире. Ну а Мираб Двалишвили считает, что Умар Нурмагомедов не достоин чемпионского боя в легчайшем весе. По мнению Мираба, Дэвисон Фиередо должен стать соперником победителя боя между ним и чемпионом Омэлли. Также Мираб Двалишвили за 11 дней до боя против Омэлли поймал стафилокок, о чем свидетельствуют данные фото. Ветеран ММА отставник Марк Хант сообщил, что возвращается в ММА, поскольку скучает по боям, сидя на пенсии. На вопрос в UFC Хант ответил жестко в адрес Уайта. Нет, к этому лысому ублюдку я не вернусь. А если и вернусь, то для того, чтобы он стал моим соперником, чтобы я выбил с него все дерьмо. Ну и к громкому. Власти Афганистана запретили в стране ММА из-за несовместимости с исламом. Полиция Нравов, входящая в Министерство пропаганды добродетелей и предотвращения порока Афгана, запретила в стране смешанное единоборство после расследования на предмет совместимости ММА с законом шариата. Было установлено, что этот вид спорта во многих моментах противоречит шариату и учению ислама. Поэтому было решение запретить ММА. Мираб Двалишвили издевается над Даной Уайтом, о чем сообщил сам глава UFC. Разве он не потрясающий? Если честно, думаю, он просто издевается надо мной. Вы видели ножницы, которыми снимаешь швы? Они крошечные. У них есть специальная штука, чтобы не порезаться. Их можно засунуть под шов, и вы никогда не порежетесь. Но у этого чувака были чертовы ножницы для стрижки кустов, которые используют садовники. Что тут скажешь? Он, конечно же, молодец. А глава UFC Дана Уайт не скрывает своего восторга от вступления представителя школы Шторм Андрея Пуляева, который в отборочном шоу Дана Уайт Контендер Сириес победил американца Лима Андерсона и завоевал контракт с сильнейшей Лигой Мира. Также в UFC уже подтвердили дату боя Джона Джонса и Степи Меочича, сообщил, что это будет главным событием на 309-м турнире, который состоится 16 ноября на рейдинг Мэдисон Сквер Гарден. Ну и в завершении своего интервью Дана Уайт оспорил статус ислама Махачева в UFC, и подчеркнул, что Ислам по факту не является номером один. Мне не нравится поливать дерьмом других своих парней. Но кто у нас первый в рейтинге pound for pound? Ислам? Многие люди верят, в том числе сидящие сейчас в этой комнате, что он проиграл парню из дивизиона ниже. Разве так работает рейтинг лучших бойцов вне зависимости от веса? Он дрался с бойцом из более легкой весовой категории, а Джон Джонс поднялся и дрался в более тяжелом весе. Если мы возьмем Андерсона, Силу, Джорджа, Сен-Пьера и Джона Джонса, я точно знаю, кто из них с кем хотел драться и с кем не хотел. И только Джон Джонс всегда был готов драться с любым. Единственный раз, когда Джон Джонс отказался от боя, и это было не по его вине, а по вине его команды, это когда они сказали нет поединку с Челом Соном. Кроме этого, Джонс дрался со всеми. Прошел в свою очередь настоящих убийц. Достаточно просто посмотреть на его рекорд. Однако Дан Уайт назвал бойца, который превосходит непобежденного Джона Джонса, и, конечно же, всех бойцов UFC. Если бы Трамп был бойцом, он был бы номером один. Вы можете сравнить его с любым бойцом всех времен. Дональд Трамп номер один. Это самый стойкий человек, которого я встречал в своей жизни, сказал Уайт. Ну и двигаем к следующему. Отличная новость. Ират снова в деле. Бой Шары Буллитана UFC 308 в Абу-Даби анонсирован официально, а соперником жары станет Армен Петросян, представляющий Армению. Поединок пополнит карту турнира UFC 308, который состоится 26 октября. Ну а далее, как все в курсе, не так давно Хабиба преследовали приставы за уплату налогов, а сумма была очень крупненькая. И по ходу Россия решила потрясти многих, а может быть и всех спортсменов, требуя уплатить налоги. И в этот раз на крючке налоговиков российский БСММ ветеран Алексей Олейник, который задолжал налоговой 3 миллиона рублей. И по данным информационных источников, долг у Олейника уже висит более месяца. Ну а далее, для некогда бойца ПОП-ММА Ильяса Якубова скорее все закончено и довольно жестко. А именно, Ильясу Якубова, которого ранее обвинили в оправдании террора, был внесен в перечень терроров и как член запрещенных группировок ВРФ. Об этом сообщил портал Росфиммониторинга. Якубову вменяют вину по статье «Публичное оправдание террор деятельности». Если это так, Якубов, скорее всего, проведет всю жизнь за решеткой. Ну и двигаем к другу звездного ирландца Дилану Деннису, который опубликовал у себя в сторис скриншот, на котором якобы поймал Хабиба. Хабиб Нурмагомедов ставит оголенной девушке реакцию пламя. Дилан добавил от себя «Харам». Ну и на этом, дорогие друзья, я завершаю данный выпуск. Ну а вы комментируйте, кто что думает по данному поводу. Ну а мы услышимся в следующем выпуске. Всем вам мирного неба, добра, пока-пока.